Доброго здоровья, дорогие! Ко мне очередные вопросы? Руслан, спасибо вам большое за это видео. Я в последние дни как раз пересматривал ваши видео на темы эгрегоров и обдумывал вопросы, на которые еще не нашла ответы. И тут это видео. Как вы здорово угадали. Я уже так много узнала. Пожалуйста, расскажите про отдаление от эгрегора. Могут ли высшие я специально отдалять человека от эгрегора? У меня не получалось читать православную молитву. В голове возникали плохие мысли, ругательства, которые как бы старались прервать молитву, помешать. Но когда обращаюсь к Богу своими словами, такого нет. Меня всегда немного преследовало чувство страха, вины и боязни быть наказанной. Может, таким образом мне подсказывают, что никто меня не накажет? Месть эгрегора. Может ли эгрегор как-то пугать человека или мстить, если тот пытается от него отдалиться? Если я крещеная, перестаю молиться и носить крестик, но не раскрещиваюсь пока. То как будет вести себя эгрегор? Есть ли у него сила и полномочия причинять что-то плохое? Как этого не позволить? Если православный эгрегор добрый, то почему организовывались крестовые походы, а также сжигали ведьм и ученых на кострах? Получается, он может применять насилие, чтобы жить, узнавая про существование эгрегоров, и что оказывается, это ты к ним обращался, а не к Богу. Как не начать испытывать к нему негативные эмоции и страх? Ведь лучшее осуществование – это ни с кем не конфликтовать. В итоге можно ли сказать, что человек сильнее без эгрегора, так как вся его сила остается в его распоряжении? Или так как никакие существа, ни высшие, ни низшие, не пытаются навредить, а лишь могут помочь, то человеку ничего не грозит? Без эгрегора он пройдет свой путь быстрее. Все верно? Итак, последовательно начинаем отвечать. Спасибо большое за видео. Могут ли высшие «Я» специально отдалять человека от эгрегора? Могут. Могут пытаться намекать, подсказывать, показывать символы, знаки. У меня не получилось считать православную молитву, в голове возникали плохие мысли ругательства, которые как бы старались прерывать молитву, помешать. Но когда обращаюсь к Богу своим словами, такого нет. Мне немного преследовало чувство страха, вины и боязни, чтобы быть наказанной. Может, таким образом мне подскажут, что никто меня не накажет? Вы выбираете. Поскольку вы вступили в какую-то религию, в любую, не только описанную, то там свои правила, законы, заповеди, правила игры. Конечно, большинство людей, не читавших перед вступлением Библию, Коран или вот трактат об этой религии, вступает в слепую и пожинает последствия. Почему это происходит? Каждый эгрегор включает в себя мысли, идеи, творчество всех его членов. Поэтому Чистилища, ад, адские миры, дьявол, сатана, черти и многие другие созданные, придуманные или названные когда-то последователями христианства включают включаются автоматически в эгрегор или создаются и там формируются, притягивают в себе подобных, образовывают сообщества и там продолжают жить. То есть, христианский эгрегор включает в себя всех тех героев, которые когда-либо были названы обрисованы, описаны и это целый, это целая вселенная находящаяся в одном из не даже включающаяся в себя так один из подпланов точно самый основной, но там еще есть подпланы, в которые они расширились. Так в общем там целый мир, мир христианства, в котором живут и души и созданы и занимают роли некоторые из этих душ ангелов, архангелов, чертей, дьявола, сатаны, это разные все личности, да, есть такие, да, они там живут и они взаимодействуют, то есть, когда вы выступаете в любую религию, вы подпадаете под действие всех тех существ, даже с которыми борется эта самая религия, ведь она же их придумала, создала когда-то, или точнее люди, пребывающие, рассказывающие, описывающие и притянули, и поселили их там автоматически, на что вы обращаете внимание, то становится вашей реальностью и столько душ туда заселили тех, с кем они борются. Да, там есть целый вот эгрегор, он гигантский, это как вселенная, в которой есть тоже уровни, подпланы и свои измерения даже, но все это находится внутри одного из подпланов обертонов четвертого измерения, то есть, оно выше не может подняться, есть ангелы выше этого, и архангелы выше четвертого, но они уже не относятся к православному или христианскому эгрегору, это уже как раз с них и копировалось, и привносилось, привносились идеи, и души потом выбрали себе эти роли, как положительные, так и отрицательные, поэтому плохие мысли, ругательства, это ваш урок, который вы сейчас проходите, урок чувства вины, страха, боязни, эти уроки, которые вы при зачитывании молитвы проходили в этом эгрегоре, и вы, поскольку вы сами допустили в себя эти чувства, создали в себе, да, скопировали когда-то кого-то, и тем самым вы этими чувствами притягиваете этих существ, которые вам мешают в этом читать молитву, и да, вам, вы интуитивно считали, что вам и ваше я показывают, что можно молиться или общаться с ними напрямую, а можно прямо в этом эгрегоре получая последствия, как положительные, так и отрицательные, хотя можно их так не оценивать, в общем, вступая в игру, в которой вам мешает, мешает общаться с, сами понимаете, с кем, но если не понимаете, то Бог в православном христианском эгрегоре, а это четырехмерное существо, достаточно умное, потому что оно содержит все мысли, текущие к нему от людей, которые в нем состоят, но это уже отдельный вопрос описания, продолжу отвечать на вопросы, нести грегора, может ли эгрегор как-то пугать человека или мстить, если тот пытается от него отдалиться, если я крещеный, я перестаю молиться и носить крестик, то не раскрещиваюсь пока, то как будет вести себя эгрегор, если вы допускаете в себе, что вам могут мстить, вы притягиваете к себе и эту игру, и пожинаете последствия, да, потому что так, это эгрегор и мощный, и сильный, и даже в чем-то добрый, но в нем есть множество подразделов, подпланов и существ, которые отвечают за разные, если вы притягиваетесь чувство страха, так вам притягивается существо, отвечающее или помогающее вам прорабатывать это чувство страха или наказания, которое, конечно, является маленькой частью этого эгрегора, оно может выглядеть как черт, дьявол, даже как ангел, а архангел, архангел или ангел наказания есть такие в этом эгрегоре, поскольку люди это допустили и взяли несколько, сколько-то душ взяли на себя выполнять роль наказывающих, то есть люди сами играют роли в этих эгрегорах, то есть он состоит из живых существ, из душ, а полностью уверенных в том, что это истинная реальность, пока они не поднимаются, не расширяются над этим, не начинают понимать что-то большее, более масштабное, они могут находиться там, даже перевоплощаться, и между жизнями уходить только туда, потом воплощаться, опять переживать свою похожую жизнь, возвращаться в прежний эгрегор, пока не надоест, или пока понимание не выйдет за рамки этого эгрегора. А если у него силы и полномочия предназначить что-то плохое, если вы позволяете, наделяете его силой и полномочиями, появляется у него эта сила, если вы запрещаете, или даже лучше не воспринимаете всерьез, или думаете, что вы сами хозяин, или ощущаете так и чувствуете себе и всем своим телам, всему себе, то так и происходит. То есть вы позволяете вас наказывать или перестаете воспринимать всерьез всех тех, кто это утверждал или кто вас раньше наказывал. Тогда автоматически вы отключаете этот узелок или этот трубопровод или этот канал, через который вас наказывали. Вы выбираете. как этого не позволить? Ну, некоторые начинают это понимать, но все еще продолжают ощущать это. Это уже на личной консультации. Если вам не помогло это убеждение, некоторым помогают, а некоторым нет. Некоторым на несколько процентов. То есть если вам это убеждение не достаточно глубоко помогло или не полностью, то вы можете обращаться ко мне на консультацию. Там мы разберем, что вы там еще не доделали. Часто это связано с нераскрещиванием или непроведением техники ритуала практики. Высвобождение частичек. Поскольку если у вас находятся какие-то частички внутри него или его эгрегора в вас, вашей душе, вашей ауле, то трудно бывает отделаться и что-то продолжает происходить то, что не нравится. Так вот, я как раз вижу эти частички и мы можем провести раскрещивание или высвобождение от любого эгрегора или сообщества не только православного христианского, а и даже от моего, потому что автоматически у меня свой эгрегор начал проявляться, хотя лично для меня он намного добрее, чем большинство других. Но все-таки я все еще человек, поэтому он имеет свои недостатки. И пока мы с ним работаем. Да, у каждого человека, когда вокруг него начинают собираться и его слушать больше двух человек, начинает формироваться эгрегор. Вообще, у кого есть друзья, они формируют этот эгрегор. я думаю у большинства людей он есть. Хотя я не проверял, но у тех, за кем следят большое количество людей или хоть какое-то, он автоматически проявляется, потому что его создают люди или друзья этого человека. если православный эгрегор добрый, то почему организовывались крестовые походы, а также сжигали ведьм и ученых на кострах. Получается, он может применять насилие, чтобы жить. Да, может. Узнавая про потому что у него да, есть свои существа отвечающие за насилие появились, когда люди стали в это верить и так делать, они привнесли в этот эгрегор существ, которые помогали им совершать то, что здесь описано. Да, он включает как очень добрых, так и очень злых, которые друг с другом борются или они пытаются держать границы между друг то есть они внутри этого эгрегора пытаются навести порядок и разграничить где кто живет и не допускать друг к другу но это находится внутри всего того же эгрегора христианского узнавая и существование эгрегоров и что оказывается это ты к ним обращаешься а не к Богу как не начать испытывать негативные эмоции и страх так представить что он ваш помощник что он один из ваших учителей или воспитателей был когда-то вы же учитесь в школе вы проходите через начальные классы потом средние потом техникум или высшие учебные заведения или лицей так вот можете представить что данный эгрегор является вашим учителем или являлся в прошлом пока вам интересен он пока есть что прорабатывать какие-то уроки выучивать вы в нем находитесь когда вы поднимаетесь выше этого когда его вам становится мало и даже начинает мешать вы выходите из него если вы крещены то здесь полностью выйти чтобы в идеале стоит проводить раскрещивание если вы не крещены то вы сами можете справиться с остатками или последствиями эгрегоров из которых вы вышли или в которых вы больше не нуждаетесь как не испытывать негативные эмоции страха пониманием пониманием что он бывший ваш подпоможник я ко всем своим учителям людям и не людям отношусь с уважением с любовью к прошлым я не веду у которых я в разное время хоть какое-то время что-то чему-то учился хотя некоторых из них я перерос даже большинство даже сказал всех в чем-то compar то я в seeing не испытываю даже претензии когда у нас с кем-то из них были какие-то недопонимания разногласия. Я к ним отношусь с любовью. То же самое, как и Грегора можно испытывать, в которых вы находитесь, или с которыми расстались, или от которых раскрещивались, или планируете раскреститься. В итоге можно ли сказать, что человек сильнее без Грегора, так как про меня можно сказать, но я еще не раскрестился. Но я пока справляюсь. Мне интересно будет, когда я раскрещусь. Так как вся его сила остается в его распоряжении. У меня получается видеть, чтобы не обмениваться с любым Грегором по минимуму, только тем, что мне интересно. Но этого все меньше. Так как вся его сила остается в его распоряжении, и так как никакие существа, ни выше, ни нише, не пытаются навредить, а лишь помочь, что человеку ничего не грозит, без Грегора он пройдет свой путь быстрее. Я бы так не сказал. Без Грегоров мало кто обходится. Вообще без Грегоров даже я не смог обойтись. Я прошелся по многим из них. Да все люди идут через Грегор. Разве что, если вы живете на необитаемом острове, или родились где-то там у животных, или вас выкинули в детстве, а нерадивая мама куда-нибудь в лесу оставила, и вас вырастили животные. Вот лишь в этом случае вы вне Грегоров. В остальных вы всегда живете среди Грегоров. Вы можете освобождаться от некоторых из них, которые особо мешают или отвлекают, или мешают связываться с Высшими Я, но вы не освободитесь от всех их, потому что все-таки они нам чем-то помогают, хоть понемножку. Хотя это уже отдельный вопрос, время заканчивается. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч.